Всем привет! В среду 23 сентября к нам в экофлору приехали красавицы бронзовые Будды. Это видео о нереальной красоте и о мокрых пятнах на листьях у бронзовой Будды. Сейчас ставлю видео, которое я сняла сразу же на следующий день после покупки. Ну и вторая орхидея, которая поселилась у меня в Орхо Вселенной. Это бронзовая Будда. Юля скинула прям четкое яркое фото. Если честно, я сразу не поверила, что это не фотошоп. Потом у нас есть самые главные специалисты. Это Таня Сидоренко и муж Вова, которые знают, наверное, все. Все орхидеи. Они написали, что это Будда. И мы быстренько их заказали. Не знаю, конечно, таблеток от жадности да побольше. Их больше уже нет в экофлоре. И немножко жалею, что не взяла две. Приболела, переживала. Не поверите, даже ночью мне снилось, что цветочки сушит эта красотка. Но проснулась. Первое, что увидела, что вот этот бутончик открывается. Он точно не открывался, когда я покупала. Та же самая история. Впервые в жизни я достала орхидею сразу же, как принесла из упаковки. Из ее родного целлофана, в котором она ехала. Вот, кстати. Три цветоноса. Вот такая корневая. Я немножечко поила. Видите тоже, что хороший грунт. Грунт я немножко от шеи отодвинула, беру. В отличном состоянии просто орхидеи. Единственное, вот, видите, вот такое вот пятно. Но их везут лежа. Вот, видите, вот, видите, около держателя тоже. Их везут лежа. Держатель надо вытащить и протереть. или это отеки или это прижатым буду за ним наблюдать вот поближе сниму может вы мне что-то подскажете по этому поводу сейчас с другой стороны покажу на другой стороне ничего нет и все листья так их везут лежа ну вот вчера я снимала мокнущее пятно сегодня решила еще раз снять будем наблюдать что же произойдет в итоге вот рядом кстати с держателем держатели протерла видите как был держатель наверное вдавленный ну-ка сейчас я вспышку включу да, со вспышкой гораздо лучше в общем вот будем наблюдать здесь держатель здесь цветоносик вот такая вот история и с этой стороны что же будет дальше прошел еще один день открылся цветочек но нас волнует в первую очередь конечно же розеточка и мокнущие пятна так сейчас я опять включу вспышку забыла я так и не вытаскивала держатели ничего не делала вот один лист и вот второй вы видите что пятна подсыхают мне даже самой интересно на камере поближе рассмотреть и с этой стороны посмотрим так это не этот листик сейчас секунду бантик там царапается шкаф сама открывает но видно что с этой стороны нет ничего для чего я снимаю это видео про листья очень часто видя какие-то пятна мы кидаемся в панику начинается бактериалка отрезать замочить я не знаю там еще что-то сделать а мне кажется иногда нужно просто остановиться и подождать не делать резких движений как же поживает моя Будда я тороплюсь снять это видео хоть и болею опять же прошу прощения за голос потому что многие купили эту роскошную орхидею и чтобы не пугались я не вижу ничего страшного в тех пятнах возможно просто были придавлены орхидеи я сто раз на канале показывала как орхидеи едут лежа либо возможно я не знаю возможно такое или нет что они немножко приморожены так и не брала лишний грунт от шеи болеть очень плохо мне иногда кажется или я болею или я ленюсь или то и другое в общем покажу бутоны где засушила блестят-блестят на экране вот вот видите бутончик один и где-то а вот и второй два бутона она у меня засушила не вижу в этом тоже ничего страшного даже если останется один цветочек я буду сидеть и на него любоваться кручу-верчу у вас наверное сейчас голова закружится вот восстановимся этот цветочек открылся недавно и позаглядываем как всегда она камера теряется в общем пожалуйста не паникуйте я не говорю бездействуйте я говорю не паникуйте все будет хорошо я вас уверяю еще раз покажу розеточку корешки редких вам орхидей не болейте сами пусть не болеют ваши орхидеи пусть у нас все будет хорошо с вами не прощаюсь до новых встреч пока-пока субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...